25 лет этому спортсмену дебютировал на профессиональном ринге он 2004 году и провел он 7 боев 2 победы 5 поражений 2 нокаута в двух победах так что вот тут так вот интересно довольно может ударить до отрицательным у него низко и ведет его по жизни наш знаменитый боксер до сергей личник является менеджером этого спортсмена вот это все что касается дерево соборейка нет у него хотят дорогие друзья вот незначительный титул он тут выиграл техническим нокаутом очень трудно определить руслана или купола и wb я такой рейтинг что-то и не встречал но позже может быть мы разберемся подскажем как точно называется но сейчас на ваших экранах арсен хачатриан который представляет армению в этом поединке он из еревана 30 лет этому спортсмену дебютировал в 1999 году на профессиональном ринге ему 28 лет ой прошу прощения он провел 28 боев 27 побед у него 12 нокаутов одно поражение и нет ничьих арсен хачатриан практически все свои бои провел во франции вот начиная с профессиональной карьеры 1999 года он является чемпионом франции этот титул он выиграл в 2001 году и выиграл титульный бой по версии wbf это было в 2004 году и этот титул подтвердил в 2005 году стоит отметить что у него единственное поражение и потерпел он его в 2001 году по очкам проиграл таскать но это было давно и я думаю что давно уже арсен хачатриан от этого отошел поражение ну что я могу только арсену пожелать пусть меня поправит если я неправильно скажу таскать хаджо учет так что по-армянски звучит как желаю удачи ему в этом поединке намного выше салька 4 дорогие друзья первый раунд очень такой жилистый жесткий спортсмен и об этом говорит ну количество побед которые он одержал нокаутом 12 это почти каждый второй бой из своих вот побед которые в его активе есть он одержит нокаутом это мы видим сразу по характеру действий которые он уже предпринимает первом раунде а юрий барейка вообще выступал всегда на категорию ниже практически все бои провел весовой категории до 154 фунтов ну вот решил попробовать свои силы и в среднем весе намного арсен выше еще раз повторюсь средний вес вот по тем весам который меня указан если точно сказать вес веса барейка 72 килограмма 800 грамм арсен хачатрян весит 73 килограмма 700 грамм и на три сантиметра арсен хачатрян выше юриуса барей безусловно это тоже какой-то степени преимущество бокс я сверху видно можно сказать пусть ты так и знает мне сверху видно все ты так и знает но все это бывает по-разному да тут главное во время во время очень быстро наносить удары и быстро руки свои после этих ударов стоит на место все в этом заключается половина того что должны нам демонстрировать боксеры на ринге все остальное мир движения который всегда прекрасен и который показывает насколько искусственно обучены боксеры передвижением по рингу и насколько важен этот момент в боксе при нанесении ударов это сразу чувствуется а вот когда боксеры стоят плотно таскать на ринге на обоих ступнях ног это уже все катастрофа очень экономно пока действует в ринге арсен хачатрян пока он пытается заставить юрия очень высоко держать руки и попытаться его поймать ударом по туловищу область печени или области лизенки я думаю что на это рассчитаны тактические планы арсена хачатриана хотя вроде бы он выше вроде это неудобно но посмотрим за каждую на каждую атаку сына хачатриана юрий барейка берет реванш пока ну что сказать по первому раунд дорогие друзья думаю что вы внимательно все видели пока преимущество в этом раунде было на стороне арсена хачатриана незначительное но было такое впечатляющий георгий победоносец на теле у юрия барейка вот видите последние все поединки арсен хачатриан выиграл надо сказать что уровень оппозиции у него от боя к бою растет но из тех имен который вы знаете уважаемые зрители я назвал только чепа мачеда наверно кого одолел арсен хачатриан была у него победа его биографии над юрием саренко по очкам второй раунд дорогие друзья по-прежнему в помощью левых прямых пытаются нащупать дистанцию оба противника пока не неплохо в атаке получается в барейка как вы считаете да как сказать здесь ну пока может быть промахивается может быть больше волнуется чем арсен хачатриан да и опыт и конечно у него не такой уж и большой поскольку профессиональную карьеру он начал 2004 году и у него всего 77 боев а здесь 28 боев это все-таки опыт вот и поэтому я так думаю арсен дает возможность сейчас первого втором раунде своему противнику немного выложиться вот пытается разыграть наверно терпит до таскать какие-то удары плотно перекрываясь вот но тот факт что он может нанести сокрушительный удар да у меня например никаких сомнений не вызывает и это уже сам прочувствовал барейка вот эти удары на дачу сказывается да надо дать должное он достойно сопротивляется от геннадия то мы видим ему тяжело все таки он не совсем удобной позиции высокий соперник достаточно остро контратакующий видите еще и начал поддавливать арсен хачатриан а вот здесь как раз юрий барейка сейчас надо попытаться переломить это и идти вперед вязать сокращать дистанцию тогда арсену хачатриану будет очень трудно нет это легко говорить геннадий вам идти вперед вот когда соперник физически значительно таскать внушительнее выглядит ясно или вы эти самые навряд ли инициативу арсен хачатриан из своих рук выпустит в этом поединке надо связать главное главное не пропустить точный удар вот и сильный который может нанести арсен хачатриан говорить о том чтобы идти тут вперед ну средняя дистанция и ближняя дистанция для юрия барейка в более выгодно там больше шансов не пропустить я вот об этом пытался донести до слушателей и для зрителей телеканала евроспорт мысль выигрывает и второй раунд арсен хачатриан без сетчин арсену хачатриан вот ему подсказывает его углу что ему надо постоянно держать соперника на джебе и пытаться атаковать с дальней дистанции вот даже и на ближней дистанции гораздо интереснее вот эпизод мы видим выглядит арсен хачатриан так что тут все довольно сложно конечно и но вот сейчас мы все посмотрим дорогие друзья третьем раунде как здесь был событие разворачиваться напомню вам уже мои зрители что это 6 раундовый поединок очень странно мне таскать потому что предыдущих бои арсен хачатриан провел 12 раунду и победил по очкам в тире горизонте до его соперницы тоже проводил 10 раундовый поединок а почему здесь делали 6 раундов пока сказать очень сложно вот позволяет юрий барейка навязать арсену хачатриану и вось манеру боксирования вот сократил дистанцию рисунок боя может поменяться а если бы арсен хачатриан еще двигался так как израила как хоккан николай или что бы было мне трудно сказать что бы было но так как двигался израэля как хоккан вот так по моему никто не двигался ну может быть василий шишов я хочу сказать два равноценных были спортсмена по своей технике тактики и по чувству дистанции оба заслуженные мастера спорта оба чемпионы мира только 186 года в рено он стал чемпионом обвал да тут не только попал тут уже и раньше все можно было видеть чью пользу завершится этот поединок но отвечает достойно тем не менее юриус барейка сейчас пропустив два сильнейших удара чем вызвал реакцию публики есть характер у этого бойца ну четко грамотно левой рукой посмотрите как действует левый прямой отточен поддергивает до чуть-чуть делает движение на средству ему сопернику и наносит левый прямой арсенка 4 не могу сказать было ли у него любительская карьера успешная но то что любительский боксом он занимался это сто процентов но тут трудно говорить занимался или нет 30 лет спортсмену безусловно конечно приходят профессионалы в основном из любителей боксера но вот что школа осталась у него хорошая любительская это вот мы видим таска сейчас на чтобы определить кто выигрывает поединке надо просто посмотреть на это ясно до повторяю все ради на вы видите минимальный урон соперника арсена хачатриана у арсена хачатриана и достаточно большие потери у юрия барейко алайн русо тренер арсена хачатриана повторяю он живет во франции сейчас и тренируется все поединки вот все свои поединки в том числе и вот этот поединок который он проводит он провел во франции вот это там и конечно вы видите эту мощнейшую атаку еле устоял на ногах барейко где мне кажется в любой момент может прибавить остроты в своих действиях арсен хачатриана так он пока что нужно делать юрию барейко вот его дистанция спокойно на наш взгляд разбирается барейко очень спокоен уверен в себе арсен хачатриан вы это видите успевает руки подтащить постоянно выше выше чем это нужно даже и удара разнообразного действует по печени наносят по голове прямые джебы то есть действует достаточно грамотно и снизу и сбоку и прямые весь арсенал у арсена доработает в пользу арсена арсенал но как-то взял паузу арсен хачатриан это все-таки на руку при столе видео латвии барейко решил вытянуть на себя поймать на встречный удар не похоже вы посмотрите да ах какой какой замечательный было атака продуманные причем и вот нельзя в таком пассивном таскать ожидании находиться долгое время арсену хачатриану поскольку это удачно проведенный атака на вдохновляет мгновенно барейко и он продолжает развивать свои действия насколько мощнее да боксер из армении своего соперника но пока выигрывая поединок но тем не менее таскать преимущество не настолько тотальная вы говорили николай лис идет вперед поддавливает юриус барейко он поддавливает настолько насколько ему позволяет это делать арсен хачатриан это я совершенно точно знаю в этом раунде 4 очень пассивен всю середину браунда отдал отдал за просто так я думаю что секунданты ему подскажут сейчас как он правильно должен действовать тем чтобы не возникало вот у барейко таких агрессивных намерений но этот раунд остался интересный раунд давить или в ладве ну это на ваш взгляд а так может быть это и действительно так мы не считаем сейчас точные удары ну как то вот оператору видимо арсен хачатриан больше приглянулся прекрасно повторяю справляются своими обязанностями и рефери этих поединков ра валери напомню рефери этого боя гуидо ра валери ну и предпоследний раунд нашего боя пятый раунд и давайте посмотрим сделали как сделали какие-то выводы арсен хачатриан из предыдущего раунда во всяком случае очень агрессивно настроенным вышел на этот раунд его соперник юрист барей хватило бы только у него сил на 6 раунда и поединок непонятный показан замызом замысел арсена хачатриана как терпит сейчас барейко мощнейшие удары по печени удары в голову я просто удивлял боец видите подсказывают что больше надо делать больше двигаться больше ударов носить и тогда можно переломить ход поединка в свою сторону а это нехороший звонок в адрес арсена хачатриана я не знаю геннадий какие вы там звонки пока вот наблюдает здесь видите выигрывает чисто пока этот поединок арсен хачатриан несмотря на то что вперед идет юриус барейко вот я только не знаю для чего вот такие паузы уверенно выигрывает берет для себя арсен хачатриан мне это вот непонятно так затем более поединка из шести раундов стоит что уж там напрягаться очень сильно нет вот обыгрывать прекрасно передвигается все поскольку рост руки позволяют техника позволяет вот это вот уважаемые зрители вы можете наблюдать что же некое подобие армянской школы бокса вот она капа вылетел по моему движением по рингу вот очищение вот о чем я дорогие друзья постоянно поизвините геннадий своих репортажах как только начинает боксер легко перемещаться по рингу вот вся красота в боксе начинает проявляться как только они стоят плотно так сказать прибит свои ступни по мосту рингу все красота бокса уходит это означало вот великолепно двигается вот посмотрите все и никаких проблем влево право двойки вот она и вот искусство да показал что ты будешь бить не пробил до противник напрягся перехватил обманул провалил наказал вот ищите каких компонентов таскать нужно исходить строить свой тактический рисунок поединке тогда зрители по достоинству оценят да будут аплодисменты ну и вот я думаю за этот раунд получает качатрян определенную долю плодис аплодисментов и нам устают с вами посмотреть вам заключительный до 6 раунд приятно конечно такие вечера бокс состоятся в италии все-таки надо понимать что страна где мы только только без ноги не играет футбол и все пропитана футболом приятно что и для бокса находится свой маленький кусочек места в сердцах итальянских поклонников ну и мы с вами уже мы зрители можем наблюдать его величество бокса может быть не самого высокого уровня но тем не менее бойцы заслуживают того чтобы сказать о них достаточно хороших слов я думаю это раунд заключительным будет очень интенсивным видите начиная с третьего раунда этот удар справа арсен очень часто пропускает вот скалил зел бил бил хачатряны и сам упал но так бывает дорогие друзья слишком много таскать сил вкладывал свои удары на барейка выдержал все это как сам арсен качатрян у меня все так и напрашивается самсон качатрян потому что я очень много судил этого замечательного боксера любителей который сейчас в москве живет все терпит юрий барейка до характера ему не занимать здесь несколько опасное движение головой это лишнее судья указал на это рефери но бойцовские качества конечно барейка отменны тут этим нельзя не согласиться и в отдельных эпизодах не так уж себя уверенно чувствует и арсен качатрян я думаю что вы согласитесь с нами если бы соперник был потяжелее и с ударом помощнее вот эта дырочка справа в арсенале у арсена качатрян она конечно должна заставить его задуматься ну он здесь только вот набрал сейчас очков практически в открытой стойке до головы опора я буду сделать замечание так второй раз уже да известный судья этого поединка ура валерий я встречался с ним в испании это уже не в первый раз без шабашными ударами на последних секундах поединка ну концовку нужно вырывать здесь у кого тут лучше получится более точен все-таки своих действий фарсен качатрян про данный гонг да ну что вершился этот бой сомнений нет я думаю я думаю что у зрителей которые наблюдали этот поединок на своих экранах нет сомнений не в победители этого боя но надо дать должное бойцам бой получился очень захватывающимся да таким может быть не телегранная не телегранная техника да но в напряжении я думаю держал вас этот бой дорогие друзья не смотря на то что победитель в этом поединке будет один я считаю что победили ово но здесь есть имеется ввиду не по факту кому поднимут руку ну и вот вы видите как поздравляют в углу барейка его секунданты он действительно показал очень хороший волевой большое сердце бокс да очень интересно прошел этот поединок но и вы я думаю довольны результатом этого боя но не было у нас сомнений также дорогие друзья как и у вас победе арсена хочу три она выиграла этот бой